В зале тяжелой атлетики прошло, ставшее уже традиционным, открытое первенство корпорации. Спортсмены соревновались в поднятии штанги, в рывке и толчке. По сумме баллов за эти два упражнения выявлялся сильнейший. Первыми на помост вышли самые юные спортсмены. Тренер Владимир Мигачев, зная форму и физические возможности своих воспитанников, определял вес, который будет подниматься. Видимо, поэтому почти все штангисты сегодня обновили личные рекорды. Среди самых юных атлетов не было в этот раз равных Дмитрию Балакину. Победа Дмитрия стала символичным подарком на день рождения его отцу, который также был в зале и болел за результат сына. После последней своей попытки Дмитрий подошел к отцу и пожал ему руку. Лучший подарок на день рождения. Среди юношей 2002 года рождения победу одержал Андрей Поздирин. По сумме рывка и толчка он выполнил первый юношеский разряд. Среди юношей на год старше не было сильнее Павла Маслова, который также выиграл с личным рекордом. Нельзя не отметить родителей спортсменов, которые болели за своих сыновей. На Владимире Мигачеве в этот день лежала двойная нагрузка. Тренер ребят был еще и судьей. С замиранием сердца они смотрели после фиксации штанги, какой флажок поднимет тренер – белый или красный. В этот день доминировал белый флаг, так как почти все выполнили свои попытки технично, уверенно, а главное – чисто. Ближе к вечеру помост заняли юниоры, женщины, мужчины и ветераны корпорации. Среди юниоров выиграл Павел Ермаков из школы номер два. У женщин не оставила шансов соперницам Елена Федотова, работник 121-й медсанчасти. Среди ветеранов Пальма первенства за работником цеха номер 37 в СМФО Максимом Замураевым. В абсолютном первенстве и в состязаниях среди мужчин победу одержал еще один Максим – Волков из цеха номер 22. Победителям вручили грамоты и медали, а победитель в абсолютном первенстве был удостоен кубка. Всего в соревнованиях приняли участие 23 человека.